Возврат неправильно начисленных тарифов, результат проверки госжилы инспекции в селе Сокур. Напомню, в ноябре прошлого года в Машковском районе жителям пришли счета за отопление от 50 до 150 тысяч рублей. Подробнее в сюжете Александра Попова. Валентина Николаевна еще 10 лет назад провела в доме газовое отопление, но в ноябре выяснилось, что должна за центральное. Долг насчитали за последние 5 лет. МУП «Коммунальное хозяйство» насчитала нам за отопление. На двухкомнатную, именно на нашу квартиру, было выставлено 59 тысяч. Трехкомнатные квартиры у нас в доме, 5 квартир на газу. На трехкомнатные, естественно, было больше. И по 89 тысяч, и по 90. Ресурсники неожиданно спохватились не только в Сокури, но и в Ташарей в поселке Октябрьском. Не разобравшись с тем, как отапливаются квартиры, должниками сделали больше 70 жителей области. Было там 6,5 миллионов начислили, 4 миллиона мы вернули, ну то есть переначислили. Там остальные, это действительно, мы по каждой квартире прошли. И есть квартиры, которые, допустим, они сделали теплый пол. Вот. Ну и говорят, мы за отопление платить не будем. Проверка областной госжилинспекции выявила и другие нарушения. Ни дворников не было, ни уборщиков не было. Вот видите сами, в каком состоянии подъезд. Батареи холодные, забитые все, верхняя разводка на дому. В квартирах жильцы мерзнут. Подъезд, пожалуйста, сами видите. Трава вокруг дома, борщевиком затянутый дом. Оказывается, в январе сюда зашла управляющая компания, однако за полгода так и не смогла заключить ДОП-соглашение на обслуживание домов. В рамках конкурсной документации были нарушены, скажем так, порядок ее. Не был расписан перечень работы услуг. Первый квартал села Сокур. На полный список проблем не хватит и сюжета. Но часть из них удалось решить прямо на месте. Уборку как дома, так и на территории двора обещали наладить в течение месяца. В этот же срок заверили, скосят весь бурьян, который не замечали все лето. Через месяц госжилинспекция проведет повторную проверку. Александр Попов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Продолжение следует...